Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, в эфире «Утро февраля» открывается моей авторской программой «Поярков Ньюз». И у нас в гостях Тарас Чернову, с которым вы хорошо знакомы. Давайте нам Тараса. Да, Тарас, привет! Здравствуйте! Слава Украине! Да, героям слава! Вопрос первый, конечно, на слуху. Краматорск. Вот это вот бомбежка вокзала точкой «У». Оказалось, это не «Искандер», это точка «У». Никаких сомнений о том, что это российская ракета нет. Никаких сомнений в том, что это именно российская военщина убила там уже более полусотни людей. Ну и тем не менее, ну американцы говорят, вот есть четкое доказательство. Тем не менее, россияне говорят, вы бандеровцы сами себя взорвали. Этот абсурд вечен. Не, ну это Россия. Это абсолютно типично, это стандартно. Так они всегда себя ведут. Лгать в любой ситуации, лгать абсолютно безнадежно. Я хочу напомнить, РИА Новости сообщила о запуске ракет по каких-то там боевиков вооруженных сил Украины за пять минут до того, как ракеты поразили боевую цель мирных жителей, женщин и детей. Об этом сообщали ДНРовские и ЛНРовские паблики. Я некоторые из них у себя тоже заскринил, абсолютно четко рассказывая, как они провели хорошую, умелую акцию. Обо всем. Дальше. Самое главное. На самом деле, это была в военном плане организованная, продуманная спецоперация по нанесению максимального ущерба. Именно мирному населению. Давайте вспомним просто до этой атаки, до нее, была нанесена атака по железнодорожному узлу дальше уже за Краматорском, которым фактически заблокировали выезд вот этих трех уже накопленных на территории Краматорского вокзала эвакуационных поездов. То есть перекрыли выезд и люди, которые прибывали, они не смогли уехать. Три поезда, набитые полностью, они бы разгрузили абсолютно большинство присутствующих на этой площади. То есть, если бы даже было, это какая-то ошибка, какие-то другие моменты, там бы людей было мало. Там не было бы вот этого временного зала ожидания, заполненного людьми. Там не было бы столько детей. Обстановная масса бы уже уехала из-под отстрела. То есть, они умышленно перекрыли выезд для людей. Люди накоплялись дальше. Люди ждали. Люди скопились именно в этом месте. Именно по месту максимального скопления людей был нанесен специально хорошо скоординированный удар. Я хочу напомнить. К сожалению, у нас даже на территории западной Украины мы видим, как постоянно появляется СБУ. Их, как правило, задерживают корректировщики огня. Некоторые вообще просто абсолютные тупые местные идиоты, даже не агентура, которые за деньги берутся передавать данные, передавать там координаты и все прочее. Ну, мы можем понимать, что по аналогии с Мариуполем, Краматорске действовали пророссийские партии. И та же самая ОПЗЖ. Там и блок Шария, и много другой швали, и всего прочего. Мы видели, как, об этом была уже информация в Мариуполе, именно представители пророссийских партий организовали очень четкие удары по разрушению критической инфраструктуры города, чем жителей обрекли на гуманитарную катастрофу, на гибель от недостатка воды, пищи, электроэнергии и всего прочего. Можем себе представить, сколько в Мариуполе вот этой пятой колонны местный совет городской, местные органы политических партий и прочие, они перенасыщены этой агентурой. Кого-то арестовали, но те, кто не засветились, они дальше были в городе, они непосредственной близости передавали координаты, передавали данные. Российская военщина, ну не просто знала, она знала в деталях, в какой момент именно им, именно россиянам удалось с России организовать максимальное скопление, перекрыв отток этих людей эвакуационными поездами. И в этот момент, когда было максимальное скопление, когда людей еще не додумались куда-то отвезти, развести, пересадить на автобусы и прочие, был нанесен этот удар. То есть он был просчитан во всех абсолютно деталях для того, чтобы урон местному мирному населению был максимален. Для чего вся эта ложь? А я не знаю, мне трудно объяснить, потому что, на мой взгляд, эта ложь настолько короткими ногами, что она просто не может иметь никакого эффекта. Это то же самое, как по Гуче врать, то же самое. Знаете, я иногда начинаю думать, что есть на России две, вот то, что Пионковский говорил буквально вчера, что есть на России, как всегда, как бы голуби мира и ястребы войны. Только голуби мира, у них тоже кровавые. Эти голуби мира хотят убивать украинцев, но как бы немножко помедленнее, не настолько явно, не настолько откровенно. И они тянут вот эту историю в сговоре с коллаборантами в Украине, с всякими Арахами, Александрами Чавами и прочими реальными коллаборантами и предателями. Тянут вот эту историю о переговорах для того, чтобы как бы Украина уступила, чтобы украсть украинской армии победу. А там сейчас будет о чем говорить, там очень серьезные пошли подвижки, очень неприятные вещи. И параллельно как бы выйти на какое-то замерение, потом снижение санкций и все прочее. Ну, тут во главе можно первым назвать того же Лаврова. Другая сторона, как бы ястребы. Ну, там много. Это военщина, это люди, которые Герасима заменили в генштабе, это тот же самый Шойгу и все его заместители. И в определенной мере это Путин. И вот ястребам нужно на сегодняшний день перекрыть любые возможности для таких переговоров, для какого-то снижения эскалации и прочее. Им нужно жесточайше продолжать ту же самую политику, в том числе и политику изоляции и самоизоляции России. Вот то, что происходит, ну это же действительно шаги для того, чтобы произошла самоизоляция России. Потому что такие акты геноцида, ну даже самые лояльные к России правители, ну давайте вспомним, даже Орбан и Вучич не дали своим делегациям ООН указание поддержать Россию. Зеленые кнопки от двух сателлитов России, за исключение России и Совета ООН по правам человека, об этом говорят. То есть токсичность каждого нового преступления повышает токсичность общую России. Мне кажется, что на России есть огромное число тех в высшем руководстве, которые заинтересованы, чтобы Россия как можно быстрее превратилась, уже полностью окончательно превратилась в Северную Корею. Для них есть интерес, они понимают, что власть можно сохранить только таким путем. И вот я думаю, что эти показательные демонстративные акты террора, они где-то связаны с этим. Ну маленькое, буквально пару часов, маленькое предположение, я ему отдаю второе место, я в него не очень верю. Но, возможно, еще определенная часть военщины, которая не очень головой лезет в политику, думает за принципом «в Сирии сошло, почему не сойдет в Украине?» За Алеппо никто не наказан, за Алеппо не было санкций, а за Алеппо прошло, не было международных трибуналов. Значит, сойдет еще раз. Да, Тарас, я вот вчера с гостями обговаривал, ну, такую как бы не новость, но я достаточно давно начал применять такое слово, вот такое слово «неологизм». Евреи-заменитель. Вот мы с тобой это евреи-заменители для Путина. Вот то, что для Гитлера были евреи, мы для Путина вот такие, как мы, все украинцы, мы все евреи-заменители. То есть, сначала Путин рассказывал, что вот мы братья, потом они вдруг поняли, что бандеровцев у нас не 5%, не 10%, не 15%, не 20%, не 30%, не 40%, а 90%. И вот теперь мы выполняем, ну, вот эту вот функцию в фашистском государстве Путина. Мы являемся нацией-евреи-заменителем, потому что нас теперь указано и приказано уничтожить полностью. То есть, дуализм заканчивается. Потому что раньше, раньше, был как бы какой-то вот разрыв. Если Геббельс говорил четко, что есть арийская нация, немцы и недочеловеки, евреи, их надо убить, то Путин, как бы, говорил с одним вот своим змеиным языком, что украинцы братья, а теперь, как бы, не отменив идеологию того, что братья, украинцев надо всех денацифицировать. Уже публично говорится, полная деукраинизация. То есть, братьев надо всех убить. И вот этот вот дуализм, то есть, как вот, то есть, они братья, и поэтому их надо убить. Вот, то есть, пропаганда пришла к лозунгу, украинцы это братский народ, который надо уничтожить. Ну, я, я немножко по-другому на это посмотрю. Я смотрю это во временном разрыве. На самом деле, идея, что можно тупо купить элиты, купить население дешевым газом, это было до недавнего времени главная цель на России. Главное задание, собственно, было ликвидировать, как таковую, украинскую независимость, украинский суверенитет и возможность Украины разваливаться самостоятельно. Но это было уже в прошлом. Этого уже нет. Россия недавнего прошлого, это как бы был осколок загнивающего совка. Вот такой Советский Союз, который хочет всем принести какое-то там удовлетворение, от которого никому жить становится невозможно, но который живет на лозунгах интернационализма. И вот интернационализм советского образца, кровавый интернационализм, с торжениями, с подавлениями народных выступлений в Чехии, в Венгрии, до этого еще в Берлине, этот интернационализм окончательно окончился. Поскольку украинцы оказались мощнее и сильнее подготовленные и венгров 56-го года, и Чехов 68-го года, ну уже не говоря о берлинцах под оккупацией, тогда, когда невозможно было как-то развинуть свое какое-то сопротивление официальной оккупационной армии. Украинцы оказались сильнее Афганистана и многих других. И в этом случае произошел перелом. То есть у нас прошла неэволюция. Неэволюция, когда дальше твердят о интернационализме, помощи, освобождении каких-то украинцев от каких-то националистов, с чего началась война. Вся идеология российская была построена. Мы идем освобождать братский украинский народ от националистов, которые его угнетают, которые там проводят геноцид. Кстати, геноцид не только против, как они говорили, народа Донбасса, а даже против там львовян, тернополян, всех прочих. Это был чисто стопроцентный советский образ интернационализма времен торжения в Афганистан. Сейчас его нет. Сейчас очень жестко, очень быстро, после поражения в Украине, российские и элиты, и российские общества, к сожалению, в абсолютном своем большинстве, далеко за 80%, перескочили, переломились к реальному, абсолютно, нацизму. Именно гитлеровского образца. Это нельзя сравнивать с фашизмом Франко, это нельзя сравнивать с фашизмом Муссолини. Там были все равно сохранены какие-то, то какое-то человеческое лицо, то какой-то внутренний диалог, что-то там сохранялось. А гитлеризм в полной, абсолютно мере, хотя уже вот те люди, которые старенькие, которые у нас на Донбассе помнят еще гитлеровскую оккупацию, говорят, что то, что делают расшисты, это намного страшнее, потому что гитлеровцы не расстреливали мирных людей, могли расстрелять, когда партизанский отряд отоборился в селе, после этого начиналась карательная акция. Но того, чтобы бомбить, уничтожать мирные города, такого не было. То есть это как бы увеличенный, умноженный несколько раз гитлеризм современной эпохи. И он подкрепляется, как всегда, на России пропагандическими основами. И пропаганде больше нет места интернационализму. Пропаганде есть только арийская нация, которая должна для себя расчистить поле и там получить людей низшего сорта в свои рабы. Но это стопроцентный гитлеризм на сегодняшний день. То есть тут не можно совместить вот эти вещи, что и братья, и их поработить нужно, и все другое. Все, братья закончились, сняты маски. И российское общество, и российское руководство на сегодняшний день, это увеличенная многократно нацистская, гитлеровская Германия, вот уже времен где-то 1939 года. Война на уничтожение, порабощение наций. Одних полностью уничтожить, как украинцев, других поработить, как они в своих мечтах видят это, Польшу. Другие вы ведь знаете, что опрос, который провели на России, куда после успешной динацификации Украины должна вторгнуться Российская Федерация. Ну только в дикой нацистской государстве может быть поставлен вообще такой вопрос, и он может быть воспримет без астаркизма. И ответ, что куда-то вторгнуться вообще суммарно, дали 86% россиян. Из них 70, ну не из них, а всего, там можно было несколько стран называть, потому там общее число тех, кто вообще хотят вторгаться. То есть только 14% как право не то, что против куда-то вторгаться, а не определились. А 86, 76 хотят в Польшу вторгаться, там 60 с чем-то в Балтийские страны. Именно с целью, которая была у Гитлера, расчищение жизненного пространства, создание для себя безопасной среды вокруг своего государства и прочее. То есть на России сегодня, главное не Путиным, а всем обществом, восприняты лозунги и идеи конца 30-х годов нацистской Германии. Любой интернационализм больше не рассматривается. Я хочу напомнить, ведь определенные моменты такого интернационала тоже рассматривались и в Германии. Потом, правда, их отбросили, увидев, что для них более выгоден вот этот арийский вариант. И вот этот арийский вариант, страна цивилизации, мы несем культуру, мы висем процветание, она сегодня полностью скопирована на России. Только еще раз говорю, умножена на дополнительную жестокость, но ослабленная бездарностью российских генералов и немотивированностью и разограбленностью российской армии. Вот, собственно, только разница. Меня в данном случае тоже, вот отличия, вот эти небольшие отличия от гитлеризма, от гитлеровского варианта фашизма, потому что тут некоторые тут начинают умничать в комментариях, особенно вот вы, дескать, не путайте фашизм с национал-социализмом. Послушайте, дорогие друзья, фашизм и национал-социализм это одно и то же. Просто национал-социализм это подвид фашизма. То есть, ну, нельзя сказать, что вот, понимаете, яблоко и груши, это оба фрукты. То есть, и яблоко, и груши, это фрукт. Поэтому советский фашизм, там, фашизм, там, клики Полпота, Янгсари, фашизм, там, Сталина, фашизм Муссолини, фашизм Гитлера, фашизм Путина, это все фашизм. Ну, не только по Умберто Эку, это все подвиды фашизма. Так вот, интересно, что фашизм гитлеровско-муссолиниевский, он, как бы, предполагал о том, что есть какие-то свои нации. Вот свои. Ну, то есть, они, как бы, англосаксов не считали недочеловеками. То есть, они, вот, определили какой-то сегмент врагов, они, там, вычленили, там, вот себе во враги, нарисовали каких-то, там, расово-неполноценных. Туда попали, там, африканцы, туда попали евреи, цыгане. Ну, собственно, попал такой полнации, которые были чужие. Что касается фашизма путинского, он какой-то, понимаете, виртуозно дебильный. То есть, у них враги, которые подлежат уничтожению, это украинцы все, при этом белорусы нет. То есть, вот, они как-то, каким-то образом, то есть, вот, они видят эту разницу. То есть, у них, получается, враги все, кто не хотят с ними есть говно вместе. Вот, если человек не хочет есть говно из одной тарелки с Путиным, и с его народом, то он подлежит уничтожению. При этом, получается, ведь, интересная вещь, я об отличии. Гитлер и его Германия производили достаточно качественные продукты сами. То есть, они сами умели делать машины, самолеты, ну, собственно, бытовую технику. То есть, они были самодостаточны. При этом, путинский режим абсолютно все, сколько-нибудь стоящее, закупает у тех, кого он объявляет врагами. Потому что у Путина враги, которые должны быть уничтожены, это пиндосы, это америкосы, это бандеровцы. То есть, все, у кого есть признаки цивилизации. То есть, смотрите, это, Тарас, и вот здесь, у нас была когда-то такая вот в Камбодже клика Полпота и Янгсари. Вот мы с тобой старые, мы еще помним, да? Получается, что Путин сегодня проводит фашизм, который камбоджийского совершенно разлива. Это камбоджийский фашизм. Модель фашизма, которую выбрал Путин, это камбоджийская модель. Он ничего нового не придумал. В Камбодже было объявлено, если ты умный, если ты интеллигент, особенно в очках, если у тебя есть высшее образование, и ты умеешь думать, то для восстановления справедливости тебя надо убить. Ну, это несправедливо. Ну как, столько дураков вокруг, а ты умный. Для того, чтобы всех сравнять, надо просто убить всех умных. И они убили всех. Врачей, учителей, ученых. То есть, они целенаправленно решили для восстановления справедливости убить всех, кто что-то умеет делать. Есть мозг на казнь. То есть, как ты считаешь, Путин строит, повторяет камбоджийскую модель фашизма? Это очень близко к правде. Ну, там, в принципе, да. Поскольку все человеческо-ненавистнические направления, ну, их можно объединить под названием фашизм, можно нацизмом называть, там разница только во внутреннем устройстве. Фашизм – это, собственно говоря, то же самое человеческое-ненавистническое устройство, которое считает, что только твой там народ или те, кто его союзники, имеют право порабощать всех других, навязывать свою олю всем. Но он был правоориентирован. То есть, это было право и движение, опирающееся там на общественную инициативу, экономику, именно там капиталистического такого как бы образца. Государственный капитализм. Нацизм – это национал-социализм. Почему боялись в Советском Союзе? Почему Германию? Ведь сейчас нас все время называли фашистами, а не нацистами. Чтобы не было понятия, что это все-таки социализм. Это то же самое, что и Италии. Ну, только жестче, конечно. Но это опиралось как бы на государственный социализм. Это немножко другое все-таки. Но это только в экономической формации. А для внешнего мира, для уничтожения людей, для этой страшной экспансии это то же самое. И есть расшизм. Я ввожу постоянно это слово, я его использую, поскольку это еще один из вариантов, параллельный к фашизму и нацизму, еще один параллельный человеческо-ненавистнический режим и соответствующая идеология. К этому она ближе. По основании своей идеологической, она действительно ближе к камбоджийскому варианту. Вот по аутизму, она ближе к нему. Почему? Вот я расшифрую это одной только фразой. Антицивилизационность. Война против цивилизации. Вычеркивание цивилизации во всех ее измерениях со своей жизни, со жизни своей страны. Унижение страны до каменного века. Можно ли сказать, что Путин точно решил строить именно паупотовский вариант? Я думаю, нет. Он хочет. Ему бы хотелось сохранить какое-то экономическое величие. Ему нужны серьезные вооруженные силы. Ему нужны какие-то там, он рассказывает эти сказки об гиброзвуковых ракетах. Ему нужно это демонстрировать. То есть ему нужна определенная интеллигенция. Ему нужна техническая интеллигенция. Но эта вся система настолько была коррумпирована, настолько проще было украсть, чем что-то сделать самому, что цивилизационное направление там просто пробуксовало. То есть я бы сказал так. По основе своей антицивилизационный выбор, противоставление себя вообще человеческой цивилизацией это расшизм. И он в этом плане очень близок к паупотовскому режиму. Но отличия есть определенные. Паупот хотел в первую очередь уничтожить цивилизацию у себя внутри в стране. Другие страны его не очень-то сильно интересовали. Он не очень-то разгонялся воевать там с Таиландом, с Вьетнамом, там прочее. У Путина пока что он еще не дошел до стадии уничтожения основ цивилизации и уничтожения своего народа. Он доводит его до бедности. Он разрушает его будущее. Но пока что у него главная идея ближе к Гитлеру. Порабощение других народов, превращение его, своих рабов, в поле для разрастания интересов своей нации. То есть на сегодняшний день он на пути к паупоту, но он еще пока что застрял на уровне Гитлера. Он очень быстро перешел от ленинского интернационализма до гитлеровского нацизма. Он этот путь уже прошел. Это уже закончилось. Все, интернационализма нет. Это уже Гитлер. Но он на пути, в отличие от Гитлера, он двигается по паупоту. Маленькая деталь. Знаете, Гитлер тоже был социалистом, национал-социалист. Но он, в отличие от Сталина в то время, строил несколько другой социализм. Сталин строил казарменный социализм. Бедность исчерпающая, голод, абсолютное отсутствие нормальных условий для жизни. Это не нужно было в его системе. Для Гитлера до последних буквально лет, там уже во время, уже там где-то 43-го года, максимально все равно старались параллельно с военной машиной организовать какой-то социальный уровень и прочее. Так вот, Путин этот этап уже прошел. Путин уже преодолел и минувал тот процесс, когда нужно было еще как-то заботиться о своем народе. И вот когда Гитлер, где-то после 43-го года, уже начал плевать на обеспечение, на условия жизни немцев, главные достижения своих нечеловеческих планов, вот где-то тогда, вот где-то на этом этапе уже на сегодняшний день Путин. И это прямой путь до паупатизма. Потому что когда, камбуджийского варианта вот этого фашизма, нацизма или как его там назвать, когда тебе по зубам дадут во всем мире, когда тебе весь мир отгородится, когда ты окажешься не страшен всему миру, у тебя окажется только одно поле, свое внутреннее поле. Украина его отобьет. НАТО ему поставит такие перестороги и так и жестко даст по морде, что он туда полезть не сможет. Лезть в какие-то страны Центральной Азии, там талибы ему дадут по морде, или Китай даст по морде. И у него останется только одно – делать то, что делает паупат. Поскольку Путин очень быстро проходит вот эту революцию от ленинского интернационализма, прошел до гитлеризма и сейчас двигается в направлении паупотовского варианта, я думаю, что если он будет жив, то за 2-3 года, после разгрома в Украине, после всего, на Россию ожидает то, что смотрите у красных хмеров, что там произошло с ихним народом. Это очень быстро происходит на России. То есть вот тут, я думаю, к паупоту он еще на пути. А по Гитлеру он уже перешел в 43-й год, он уже где-то на уровне 43-го, 44-го года по идеологическому наполнению. Смотри, конечно, мы все надеемся, что Путин склеит ласты, он как бы даст дуба, попросту сдохнет. Я думаю, что, надеемся, не только мы, думаю, что процентов 90 людей в российской элите, да даже больше, разделяют наши пожелания, потому что... Вот тут первый вопрос. Они все считали, что это понты для приезжих, что разговор о скрепах, о мытье сапогов в Индийском океане, что все это просто трепка, ну это такая, это политтехнология, которая позволяет разграблять собственное государство, держать вот эту вот казарменную тупость, собственно, продолжать воровать. Они, я уверен, и вот тут это как бы утверждение и вопрос, согласен ли ты с этим, что они все вот 90 с чем-то процентов, вот в Кремле, там, в Думе, все вот эти губернаторы, чиновники, олигархи, они были уверены, что это политтехнология, что никто никуда на самом деле воевать не пойдет, что не будут сносить Мариуполь, не будут объявлять украинцев нацией врагов, которых надо уничтожить. Они считали, что это технология. И они сами офигели, что эта страшилка оказалась правдой. Ты с этим согласен? Абсолютно согласен. На самом деле, ну, мы даже имеем вот эти вбросы, как бы от ФСБшников, которые как бы писали в пятом отделении ФСБ международном, вот эти доклады Путину о том, как легко взять Украину, все, и мы объясняли, ну это нужно, чтобы был этот текст, ну нужно как бы для принца, все равно никто вторгаться не будет. И все в это верили, но они пропустили определенные два момента. Первый момент, когда скрепы окончательно засели в голову Путина, и не только его. Там есть несколько олигархов, так называемых православных олигархов, прочие дряни, для которых скрепы оказались основой их внутреннего мировоззрения. Они превратились в своих Гитлеров, и этих людей не один Путин. Их довольно много. Да, в процентном отношении среди олигархов и среди высшей элиты, они, наверное, и меньшинстве, но говорить о 90-96% противоположной стороны я бы не стал. Но тут появился другой момент. Первый момент, это действительно, когда Путин и некоторые люди из окружения захватились вот этими скрепами, они ими уже живут. Это уже все, это уже не технология, это уже образ мышления. Но есть 86%, которые согласны и которые этого хотят. И сегодня, да, когда вдруг окажется, что жрать вообще нечего, эти 86% начнут делиться. И часть из них скажут, мы потерпим, только бы Россия там показала всему миру кулак, а другая часть начнет там поджигать участки полиции, там делать прочие другие вещи, там бунтовать. Ну, условно говоря, Магнитогорский, Нижний Тагил, конца 80-х годов, когда они подвезли сигареты, когда разворовали там дефицитный товар местное начальство. Там поубивали многих, повесили многих, там было очень жестко. Вот эти 86%, они будут делиться, неизвестно в каком соотношении, но там революционного. За то, чтобы эти скрепы выбросить к чертовой матери, не будет почти никого. Россия зачистена от либералов. И вот в тот момент, когда Путина не станет, или его приберут, или он сам издохнет, в этот момент окажется очень простой нюанс истины. А что будет дальше? Еще раз говорю, либеральная оппозиция зачищена. Там их нет. Но там есть оппозиции реальные к Путину. И они не боятся. За выступление против Путина, с оскорблением Путину, с унижением Путина, обычно для либералов это тюрьма стопроцентная. А Гиркин Стрелков, ну ведь мы знаем такого хероя, убийцу и палача Славянска, мы знаем об этих всех его вещах, но он нескрываемо с презрением унижает Путина. И Путина, и всю ее Камарилию. Но с другой стороны, со стороны ястребов, которые ненавидят Путина не за то, что он сделал, не за эти скрепы. Они их удовлетворяют. И нацистский принцип создания для себя поля, для развития своей нации, порабощения других народов, их удовлетворяет. Скрепы им подходят. Они ненавидят Путина за его неэффективность и дичайшую коррупционность. Поскольку Путин может сколько угодно говорить, что кто-то разокрал армию, но именно Шойгу ему приносил на блюдечке каждый месяц там сколько-то там сотен миллиардов долларов, украденных с этой армией. И Путин прекрасно знал, откуда они украдены. Так что вот тут обмануть меня несложно, сам отбанываться рад не сработает. И дело в том, что на самом деле вот эта другая оппозиция, которая имеет огромную поддержку в силовых структурах, которая ненавидит Путина и его окружение именно за неэффективность достижения этих скреп, она может сыграть подавляющую роль. И эта оппозиция может быть воспринята населением этой страны. Единственное, что надеюсь на то, что сейчас колоссальные падения экономические, которые предвидятся, еще не наступило, но предвидятся, и инфраструктурная разруха придет к тому, что просто контролировать дальние регионы будет трудно. А там уже вспомнят о своем исторической миссии, вспомнит Китай. А там вспомнится Хайя Кутия, что она может быть самой богатой державой евроазийского континента. Там вспомнят другие. Там уже поднимется кто-то там и на Урале там вспомнит свои бывшие обиды. Так что я только на это надеюсь. То есть возможность изменения клептократического и при том человечески-ненавистнического расистского режима может произойти только в два направления. Или еще худший, еще более бандитский, откровенно паупотовский режим, или в направлении дезинтеграции, дезорганизации этой страны, ее распада на множество более мелких государств. Ну, я, конечно, за благополучный распад на вменяемые какие-то государства, которые будут заниматься решением своих внутренних вопросов, благосостоянием своих жителей и оставят в покое соседей, потому что надо быть чокнутым, чтобы думать о том, что НАТО хочет на кого-то нападать. Ну, то есть ни одна из стран НАТО не имеет никаких никому территориальных претензий. Все хотят жить спокойной жизнью. НАТО это вообще блок для того, чтобы не трогали тебя. То есть это понятно во всем мире, кроме, конечно, вот этих фашистских режимов, которые сами себе придумывают. Смотри, ты как бы сам озвучил и уже частично ответил на мой вопрос, который я хотел задать. Путин-то сам сейчас понял, он сам вообще понял, что он сам у себя все украл. Что когда он строил вот этот вот дворец в Геленджике, когда он окучивал своих дочерей, когда он одевал дорогие часы, садился в дорогой пульман этот Мерседес, когда все его олигархи скинулись, ему подарили не только дворец, а и яхту. Он-то сейчас понял, за чей счет был банкет. До него дошло, что он сам разворовал армию. Что Шойгу приносил наверх, а снизу приносили Шойгу, что он вершина пирамиды по разворованию. Он-то сам понял, что все это время лично он приводил российскую армию в небоеспособность. Ну, опять, не будем заниматься шапкой за кидательством. Армия у них ужасная, то есть они реально убивают, стреляют, кидают ракетами, но весь мир ахнул от того, насколько это не соответствует, я так понимаю, представлениям самого Путина. До него сейчас дошло, что он сам разворовал и является причиной разворовывания, в том числе, армии. А это очень проблемный психологический комплекс любых клептократов. Они думают, что вред наносят другие воры, только не они. Я беру излишки. Вот это, знаете, это, к сожалению, мне очень грустно, потому что некоторые вещи российского режима, вот этого общественного устройства российского, к сожалению, при нынешней власти заглянуло и в Украину. Вот закрытие каналов трех, ну это откровенно путинская политика, которая проводится, ну реальными коллаборантами, а я называю некоторых людей в окружении Зеленского коллаборантами, и разворовывание денег с армии. Вот у меня просто вопрос, вот мы приближаем к себе, Зеленский, который разворовал деньги армии на дорогах, которые воровались вовсю. Он сегодня признал для себя самого, что это он виновен в трагедии Мариуполя, виновен в трагедии Бучи. Да, убивал Путин, но открыл дорогу Путину, поднял шокбаум, то Зеленский, он это понял? Нет, я думаю, что он не понял. Я думаю, что он лично даже мысли такой не допускает. А то, что у армии украли в Украине огромнейшие средства, сотни миллиардов гривен, для него это как бы кто-то крал, кто-то что-то не то делал. То же самое и у Путина. У Путина намного более забетонированный режим, у Зеленского еще есть общество, в котором вот мы напоминаем ему, вы извини, но ты-то элептократ, ты за все понесешь ответственность. А у Путина некому это сказать. И вот себе представим, Путин, которому Шойгу перечислял, или эти все его кошельки, олигархи перечисляли вот эти деньги постоянно, на его там все счета, все прочее. Он это воспринимал как разграбление страны? Нет, он воспринимал, что грабят другие, а с ним просто там делятся излишним достатком и прочим. То есть у человека отключается мышление по этому направлению. И я уверен, что он и до сих пор этого не воспринимает. Он ищет врагов и наружи, и внутри. Когда ищешь наружи, и внутри, то ты еще Гитлер. Когда ты уже начинаешь искать только внутри, ты уже поупод. Он где-то сейчас на этом пути. Наружи еще ищет. Уже украинцы виноваты, поляки проклятые виноваты, америкосы виноваты, какая-то Гейропа. Но все больше и больше начинается затишка внутренняя. То есть путь вот этот проходит. Понимает ли Путин, что он потерял? Я думаю, что тоже не до конца. Он понимает, что ему не далось то, что он хотел. Он понимает, что это может вызвать противостояние, проявленное его обществе, которое хотело порабощать. Потому что общество на сегодняшний день ничуть не меньше нацистское, фашистское, как угодно, расистское, чем сам Путин. оно его оказалось даже более нацистским. Сейчас, когда проиграл, он мог бы пойти на какие-то уступки, приговоры, просто отступить. А он не может отступить, потому что общество накачано вот этим ненавистью к человечеству, ненавистью цивилизации еще больше. И для него проблема не то, что он проиграл, не то, что он потерял, а то, что он потерял мобильность, он потерял простор для маневра. И это для него, наверное, проблема. Это его больше пугает. И потому он думает, как зачистить в своем обществе там окончательно какую-либо свободу слова и другие вещи. Ну, кстати, очень грустно, но это же самое пробует делать. Зеленский сегодня в Украине пользуется механизмами военного времени и прочее все. И я думаю, что у Путина вот это, к сожалению, не слишком. Когда у тебя триллион долларов и когда у тебя сто миллиардов долларов, твоя жизнь, в принципе, не меняется вообще. Даже когда у тебя там сто миллионов долларов, твоя личная жизнь не меняется вообще. Это только момент какого-то престижа, ощущение, что ты там хозяин всего мира, прочее. Это психологические моменты. Психологические он сам себе перемкнет определенным образом и у него с этим в голове, я думаю, все будет очень и очень хорошо и прекрасно. А других Путин не человек, который любит детей, своих детей. Педофилия определенная у него там по фотографиям, судя по всему, проходит. А своих детей, они ему безразличны. Он их посылал мир. Ему надо было, чтобы они там не делали каких-то там, не дискредитировали его, прочие. Им дали денег, много денег, очень много денег, поскольку в стране можно было воровать. Сейчас его дети оказываются под санкциями, их выбрасывают, они теряют доходы, а ему плевать. Они для него безразличны, как и любые граждане России. Олигархи. Которые Путину несли деньги. Но сейчас у них оказывается труднее ситуация. Им труднее нести, а он им напоминает. А вы должны дальше. Они говорят, ну ты же начал войну, а у нас теперь все отобрали, а это меня не интересует. Вы сделаете так, что война была победоносной. Давайте дальше деньги и прочее. Он не чувствует своей ответственности перед всеми, кого он создал. Он создал эту олигархию, и она должна сама разбираться. То есть он реально не потерял. А что он получил? А он на самом деле получил возможность окончательно превратиться в Ким Чен Ина. Превратиться в лидера абсолютно задавленного государства, когда никуда не будет заходить информация извне, где полностью исчезнут либералы. Ну вот только проблема с еще большим ястребом, и для него будет где-то существовать. Но если превратиться в Северную Корею, тогда уже ястребом можно или приручить, или крыльца пообрезать. Поэтому на самом деле, мне кажется, что Путин сейчас трансформируется психологически, и то, что происходит, его только единственное пугает, что пошел что-то не во его плану, это для него обидно. А на самом деле, он идет к тому плану, который его устраивает. Просто он меняет свои планы. Он хотел мирового господства, не получилось, давайте делать в своей стране то, что хотели. А это снова, это не достижение глубокомудрого мышления Путина. Давайте вспомним Советский Союз. Ленин. Социализм, интернациональный, построение коммунизма во всем мире. Сталин. Ну, не получилось со всем миром, но дай бог с ним. Построим коммунизм в отдельно взятой стране. Что такое коммунизм по Сталину? Мы знаем. 1933-1937 год, ужаснейшие, страшнейшие преступления против человечности. И то же самое с Путиным. Ему хотелось интернационализм для всего мира. Свой интернационализм советского образца не получилось. После этого давайте гитлеризм для всего мира с наступлением, с уничтоженными народами, всем прочим, не получится. Тогда давайте коммунизм сталинского образца или кимчененовского образца в отдельно взятом государстве. И он перерастает вот эти этапы, он входит в новый этап. Он превращается в кимченена или полпота. реально превращается. Потому, я думаю, он всем доволен. У меня такой вопрос. Вот по поводу тех, кто еще, ну, по-моему, Гиркин последний, кто еще вякает что-то против Путина. Мы же помним эту эволюцию. Вот был Невзоров, который когда-то был чуть ли не представителем Путина на выборах, потом как бы ушел в оппозицию. Но Невзоров сам говорил, что у него есть, скажем, такие верительные грамоты, что ему позволено Путина критиковать. Он об этом заявлял открыто. Вот сейчас он уже в эмиграции. Против него возбуждено уголовное дело. То есть, понятно, что, ну, вокруг определенных личностей, опять-таки, личностей, не просто фигур, а личностей, образовывались такие лакуны оппозиционеров, которых контролировала власть. То есть, Невзоров, он оттягивал свою группу людей, там, подписчиков, которые его любили. Венедиктов, вот тоже уже отставленный, который специально создавал канал, который работал на средний класс и выше среднего. То есть, канал, который собирал, ну, собственно, тех, кто и так против Путина. То есть, их с помощью Венедиктова их просто переписывали. Вот уже Венедиктова закрыли к чертовой матери. То есть, это подтверждает, кстати, твою теорию, что идет палпатизация стадия, что стадия, там, Ленин-Сталин прошла, наступила стадия Гитлера, он идет к палпоту. То есть, убрали Невзорова, убрали Венедиктова, остался Гиркин. Что нам ждать? Нет, ну, собственно, реально это происходит. Я тут 100% абсолютно задаю. Нам ждать того, что сейчас и Гиркин получит копняк под зад. А вот тут я уже сомневаюсь. Есть маленькая деталь. Вот то, что происходит сегодня с либералами, да Путин, знаете, ведь давайте вспомним, откуда Путин появился. Путин появился не просто с КГБ, он появился с воровской шайки. КГБ это хозотделение в западной группе войск, где он обслуживал там генеральских жен, которые приезжали на закупки, как бы в командировку в Германию. В Берлине там был Севкович, всем руководил больше, немножко выше наш, украинский. А потом он отправлял этих генераловских жен к Путину в Лейпцих. Он появился с большого воровства, а потом он поднимался при Собчаке. Знаете, Собчак, с одной стороны, уникальнейший вор, но с другой стороны, демократ, либерал, безусловно. Я знал Собчака, он дружил с моим отцом, они много общались, я ведь и с Путиным знакомился благодаря Собчаку, и Путин до последнего времени пробовал в себе сохранить как бы маленький такой кусочек в сердце чего-то вот того Собчаковского. Он это любил, это его воспоминания молодости, когда он круто пошел в гору, когда он стал вдруг очень богатым, когда он стал очень влиятельным, и он помнил это. И вот когда он начал сейчас давить последних либералов, Невзоров, Венедиктов, прочие, еще осталось последнее абсолютно маленькое звено, которое еще пока что не бьют, не ликвидируют. Это двое людей, это вдова Собчака и его дочь. Вдову по фамилии я не вспомню, но это единственная пока что депутат Госдумы, которая может рассказывать о огромных потерях российской армии в Украине, и прочее, ну и Ксения Собчак, которая не переходит грань, она осторожна, но она как бы в демократической либеральной оппозиции к Путину. Но вот дело в том, что Путин, который уже сжег все, абсолютно все остатки либерализма, которые у него от себя как бы шли, спекулятивного либерализма, я понимаю, кто такой Венедиктов, мне не нужно рассказывать, какой это демократ и какой это оппозиционер Путин, я прекрасно понимаю, откуда деньги шли и все, но когда он сжег даже эту демонстративно показательную как бы мелкую оппозицию, сейчас придет очередь к последнему пункту, вот сейчас он перечеркнет свое прошлое, когда он начнет реальное давление, я не думаю, что их будут убивать или садить, я думаю, матери и дочери сделают предложение покинуть Россию и как можно быстрее, я думаю, что все понимаю, они покинут, и вот после этого у него уже не останется ни одного стопора по направлению вот либеральной демократии, вот то, что было Собчаковской у него еще в голове, вот с двумя последними Собчаками у него закончится окончательно, а что касается Гиркина, это совсем другая сторона, и тут, тут немножко по-другому, знаете, демократы, они все говорят, у всех демократов язык подвешен, и демократы хотят говорить наружу, а Гиркинские, вот эти ястребы, они молчат, они втихаря, там очень мало языкатых, помните начало 90-х, кто от себя их имени говорил, да, собственно, только двое людей, генерал Лебедь, и как он там был в военно-промышленном комплексе ведал, Вольский, по-моему, или как, двое людей говорили, а десятки тысяч очень мощных, очень богатых, очень влиятельных, тихо делали свое дело, Гиркин, это только говорящий рот огромнейшей информации, Гиркин очень маловлиятельный, но он защищен, его не трогает ФСБ, потому что ФСБ на самом высшем уровне очень много людей думают так, как Гиркин, и они понимают, что он их просто, он их рупор, он от их имени говорит, и вот эта другая часть, она не задавлена, она существует, она как бы стихаря, но она делает свое, и я не исключаю, что когда там какие-то, те, кто реально напугались результатов, думают о каких-то переговорах, в то же самое время особенно страшные фашистские преступления против Украины организовывают, не без согласия Путина, а даже с ним оговорено, он это поддерживает, тупо поддерживает, потому что это вкладывается в его мировоззрение, но организовывают вот эти ястребы, которые сегодня руководят армией, которые сегодня руководят ракетными войсками и всей прочей дрянью российской, и вот я думаю, что эта сила, она пока что, она пока что двойственная, эта сила головами своих говорящих голов критикует Путина, но эта сила, это его пока что единственная опора, это жесточайший режим, который построен именно на этой силе, которая хочет еще больше ужесточения, я думаю, что расправившись с демократами-либералами, Путин не начнет уничтожать эту силу, он решит ее возглавить, то есть он постарается сделать больше жесткости, больше террора, увы, уже в своей собственной стране, но для того, чтобы удовлетворить эту силу, я думаю, что этим путем все пойдет, и Гиркина просто ему скажут, ну, даже годи, что ты сейчас говоришь, мы и так получаем то, что хотим. Маленькая ремарка по поводу Собчака, недавно попалось мне видео, где Собчак на каком-то заседании, это такой излет Советского Союза, говорит, ну, что вы говорите, это же глупость, как Крым может стать украинским, ну, это же невозможно, это же абсурд, представить себе украинский Севастополь, и вот, когда я увидел это видео, я просто понял, что вот это вот, откуда у Путина, откуда у Путина, это было в базе, ведь фактически то, что озвучил тогда Собчак, при всех своих, как бы, вот этих продемократических реляциях, но Путин, то, что Собчак говорил 30 лет назад, он, собственно, осуществил, мне попался тут недавно монолог Карцева, монолог Жванецкого, он, это, ну, там, это две минуты, которые просто потрясают тем, насколько ничего не поменялось, да, говорит, да, говорит, мы не хотим, мы не хотим иметь собственности, вот не надо нам ничего, вот все, жизнь прожил, накопил 16 рублей, вот, вот все, говорит, я помню, были в форме, шли в форме, куда шли, не помню, но нас уважали, вот это вот, вот это вот желание ходить строем советское, оно ведь на самом деле поразило всех, и пораженные системой от Собчака до Путина, включая Ельцина, там, по-моему, только Немцов, по-моему, не был поражен, вместе с Новодворской, Навальный, Крым не бутерброд, мы ж, мы ж, типа не будем отдавать Крым, то есть, смотри, тут тогда у меня по ходу дела короткий вопрос, то есть, Навального, как оппозицию, ты не воспринимаешь вообще, то есть, там нет ни силы, ни будущего, то есть, эти люди, ну, фактически изгнаны, то есть, аудитория Навального, она, то есть, не представляет какого-то серьезного интереса, то есть, как бы будущее за, в России будущее, мрачное, за гиркообразными, а не Навального подобными, вот, то есть, между Навального подобными и гиркообразными, ты говоришь, что такое победа за гиркообразными, то есть, Навального подобных затопчут. Кажется, знаете, ну, всегда выбирать из двух сортов дерьма, как бы тоже, не, для нас не вопрос, тем более, никто не знает, а получить Навальный власть, ну, то, что Крым бы он точно не отдавал, а не пришлось ли бы ему, после этого, потакая, российским, вот этим, чаянием, тоже лезть в Украину, может не с танками, может быть, экономическая экспансия, так и есть, Путин не сразу танки повел, а еще при Ющенко, а что, мы не помним, что тогда творилось, а до этого, еще при Кучме, а мы не помним, как экономические войны раскручивались, как провокации раскручивались, и пленки Мельниченко откуда появлялись, многое ведь появлялось еще тогда, в начале самого Путина, который уже тогда начал через ФСБ отрабатывать вот эти международные операции, потому для меня вопрос о том, кто из них там мог бы быть другом Украины, да нет, никто, ну, Немцов, наверное, был единственный, у кого в голове не было вот этого расшизма, нацизма, фашизма, его у него действительно не было, можно ли сказать, что он перечеркнул вот эту догму, что российская демократия заканчивается там, где начинается украинский вопрос, я не знаю, я просто помню некоторые моменты, когда он оказывался, ну, не совсем таким красивым, как бы нам хотелось, но мы, он усопший уже, он все-таки был другом Украины, мы о нем ничего плохого вспоминать не будем, это были только маленькие детали, все остальное, ну, знаете, а все остальное оказалось или политиммигрантами в России, то, что хорошее, доброе, то это или политиммигранты, которые бежали, и то далеко не все, большинство там все-таки дрянь редкостная, но вот они оказались там определенное число хорошим, ну, или классически нормальными людьми оказались те же евреи в России, которых сейчас тоже будут додавливать, потому что о них осталось немножечко чего-то человеческого, вот это классический нацизм, он еще захватит и эту сферу, я не сомневаюсь, что захватит и именно антиеврейские определенные направления, так что это первое, что там, что хорошее или нехорошее, а второе, ну, что касается вот будущего, вот таких движений, как Навального, ну, а на кого он собирается опираться, а небольшая часть молодежного определенного крыла, которые, ведь молодежь выходила, даже ученики выходили на его митинги, но она задавленная, те, кто могли, убежали, те же, кто не смогли убежать и что-то пробуют не так делать, им соседи же обвешивают квартиры их надписями, предатель там и все, и все прочее, что этого нет, это есть, то есть на самом деле, если это что-то взорвется, вроде бы как на полудемократическое, то разве что на региональных уровнях, вот этой региональной дезинтеграции России, вот это в принципе возможно, но в общем, если она будет сохранять железобетонную монолитность, то я думаю, что навализм на России уже исчерпал себя, его просто раздавили, Навальный, даже если его бы сейчас выпустили, из тюрьмы вдруг, он бы оказался в другой стране, чем там, при которой он сел в тюрьму, это уже страна, в которой уже нет люфта, люфт уже исчез, уже жестко затянули гайки, потому я не думаю, что что-либо подобное сегодня возможно, давайте вспомним, до войны, все-таки на России можно было выйти на 10-20-тысячный, там или 100-тысячный митинг сторонников Навального, сейчас выйти, даже просто с белым листком бумаги, поднять над головой белый листок бумаги, ты оказываешься в тюрьме, сказать миру мир, ты оказываешься в тюрьме, все, уже не оказалось этого люфта, а на революцию, извините, пусть россияне извинят меня, но мне кажется, они способны на бунт, на революцию, как-то они не способны в принципе, так что я тут не вижу будущего, именно вот этих, ну скажем так, мягко либеральных каких-то определенных группах. Думаю, последний вопрос, и будем прощаться, есть вот новости, которые будут обсуждаться и через неделю, и через месяц, пройдет 5 лет, а это уже на тот момент дряхлую старость, и через 10, и 20, и 50 лет, все-таки можно будет обсудить, я про, моя любимая тема вчерашнего дня, я про рыжий лес, смотри, я как человек в армии служивший, понимаю, что армия это структура, это командир отделения, командир взвода, командир там роты, там дальше, ну там, там комбат, полк, там корпус, армия, когда отправляли русских солдат рыть окопы в рыжем лесу, вот в этой схеме, вот все были проводниками идиотизма, не попался ни один изолятор, как? От командующего вот этим фронтом до командира роты никто не запретил идти в рыжий лес, их же учили в военном училище, они же все помнят 86-й год, период полураспада тяжелых металлов, там 250-300 лет, это смерть, почему, почему, в этой вертикали, от Кремля, до командира отделения, никто не сказал, нет, мы обойдем вот это рыжее место, потому что солдат туда надо менять, раз в неделю, они за неделю будут дохнуть, все, то есть мы через неделю их будем менять, нельзя туда заходить, то есть, я понимаю, смотри, в чем мой вопрос, да, можно 20 раз заходить в Чернобаевку, вдруг у нас закончатся ракеты, может такое случиться, может, ну вдруг они закончились, но ты же с радиацией не договоришься, радиация не возьмет взятку, ты не заплатишь радиации, чтобы она тебя не тронула, и ничто на свете не изменит, как? Три ответа, короткие, коротко три ответа, первые, ну на самом деле, помним стишок, у меня в армии этот стишок, я напомню, за всю жизнь запомнил, как одену портупею, все тупею и тупею, на самом деле, ну там есть дебилы, там есть дебилы, которые ничего не учатся, и понятие Чернобыля, и цепная реакция, и все прочее, для них не имеет значения, и какой-то из этих дебилов, послал их стрелять по Запорожской АЭС, из танков, это дебил, который послал, который думал, ничего не произойдет, я не исключаю, что этот дебил, который дал этот приказ, сидел в одном из этих танков, если бы там действительно прорвало, он бы первый там бы получил смертельную дозу, там есть дебил, генерал-полковник, по-моему, который рассказывал, что это все было, что там могли обучиться в каком-то рыжем лесу, там окапывались, дословно, наши военные во вторую мировую войну, и с ними ничего не случилось, вторая война мировая окончилась в 45-м году, а Чернобыль в 86-м году, это дебилы, да, это дебилы, эти дебилы спокойно, чем тупее, тем выше досуживаются, наверное, майор таким тупым бы не был, а генерал-полковник может быть таким тупым, это российская армия, там только самые тупые лезут в гору, второй пункт, второй пункт, это абсолютное пренебрежение к жизни солдат своих, полное пренебрежение, я уверен, что дебиловников, которых, через которого проходил этот приказ, знал о рыжем лесу, я уверен, что он знал, и плевать хотел, он мог только позвонить вниз и сказать, да вы что, прекратите, отведите оттуда людей, но ему было это, ну, да ради бога, пусть себе окопается, ну, будет там тупов немножко больше, немножко меньше, полное жуковщина, пренебрежение к жизни, это второй, и люди, которые об этом знали, на этом пути от придачи этого приказа, было по крайней мере два десятка людей, которые могли это остановить, им просто было пофиг, и пункт третий, последний, полная дезинтеграция, это самая приятная для меня вещь, то, что я очень хочу видеть, но пока что не вижу дезинтеграцию России, но я вижу дезинтеграцию армии, каждый ворует под себя, каждый мародерствует под себя, каждый отдает приказы свои, поскольку у него своя личная там кормушка и своя личная колокольня, и военные из дальневосточного, восточного военного округа, точно не будут исполнять приказы, их не офицеры, от военных западного военного округа, это уже дезинтегрированная страна, с дезинтегрированной армией, и нам это очень помогло, слава богу, что именно так. Друзья, с нами был Тарас Черновул, огромное спасибо, Тарас, за очень насыщенный час информационный, с нашими зрителями, обязательно будем звать еще не один раз, хорошего тебе дня, и еще раз огромное спасибо, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok,